всем привет сегодня будет не типичный для моего канала обзор покупки с онлайн секонд-хенда который мне порекомендовала одна из подписчиц несмотря на то что я сама занимаюсь перепродажей бы у одежды эта площадка куда более масштабная изначально я немного сомневалась и планировала пробно заказать всего несколько вещей но когда зашла на сайт остановиться заполнять картину было сложно как итог в ней оказалось 25 позиций общий чек вышел практически на 40000 но применив промокод и еще один лайфхак получила скидку 60 процентов но обо всем по порядку сайт в целом абсолютно понятный прописаны условия оплаты доставки и при необходимости возврата вещей последний пункт удивил сильнее всего так как возврата в обычных секонд-хендах нет конечно этот факт еще больше располагает покупкам также указано что при заказе от трех с половиной тысяч рублей доставка по россии бесплатная естественно на что я сразу обратила внимание эта вкладка бренды тут можно начать поиск вещей исходя из ценового диапазона поэтому изначально я исследовала премиум и люкс а после просмотрела буквально весь ассортимент магазина на это у меня ушло более девяти часов но это того стоило потому как многие вещи я нашла в обычных категориях женской б.у. одежды первая вещь на которую я наткнулась шикарное платье бирюзового цвета от armani коллизионе это одна из более чем 10 линий созданных всем известным модельером giorgio armani впервые коллекция этой линейки была представлена в милане в 1 1979 году основной аудитории линии является как правило постоянные клиенты бренда которые не гонятся за остромодными трендами и делают ставку на высокое качество одежды и классику силуэта да и вообще днк модного дома это элегантность отсутствие излишеств отделки совершенный крой мягкие ткани и минимализм который сам джорджио называет совершенством малого это платье яркий представитель традиции бренда составе ткани 95 процентов шелка шикарный силуэт по фигуре ничего лишнего в дизайне в описании указано что есть небольшая зацепка и пятно но когда нас это пугало тем более что эти нюансы практически незаметны в жизни а с пятном думаю справится химчистка зато эти факторы позволили купить его по очень приятной цене с учетом уценки и промокоды обошлось 2550 рублей по итогу платье практически идеально села по фигуре размеры заявленные в описании на сто процентов верные но с моей нетипичной фигурой придется чуть скорректировать в талии жду лето чтобы можно было поскорее его выгулить шарф со звездами от томи хилфигер удивительно что его никто не забрал до меня он в идеальном состоянии производство шотландия стопроцентная премиальная шерсть очень мягкая теплая на ощупь сам по себе шарф довольно широкий и длинный такие мне встречаются крайне редко я бы даже сказала что это третий подобный шар за последние два года он уже ушел с аукциона за 2400 рублей цена за такое качество более чем оправдана уверена что он порадует новую хозяйку твидовый жакет немецкой компании jobis идеального кроя из чистой шерсти история бренда началась тридцатые годы когда я ханас бисигер основал берлине компанию для мехового новаторства от кутюр сорок шестом году он переехал текстильный город билифельд вскоре философии jobis стала высокое качество классики в наше время бренд относится к премиум сегменту и специализируется на женской одежде в наших местных секонд-хендах я вещи от него никогда не находила конечно в отличие от платья от armani в котором скорее всего хочется пить коктейли в теплый летний вечер этот жакет однозначно располагает к официальной встрече что еще добавить думаю по видео понятно насколько он хорош классическая одежда премиального качества для меня всегда удачная покупка еще один шикарный представитель твидовых жакетов этот от французского бренда поле в ссср на гель основавшая эту компанию в 1995 году все создает сама она любит яркие цвета и уникальные ткани пуговицы из муранского стекла привозят из италии индия предлагает роскошные шелка самых разных оттенков бренд специализируется на одежде претто-порте это модели готовой одежды поставляемые крупными модельерами в массовое производство одежда продается как маленьких магазинах бутиках так и в крупных универсальных магазинах но также одежда этого направления может быть создана в более эксклюзивном порядке по дизайнам ведущих модельеров это как раз тот случай ведь каждое изделие бренда после того как она возвращается от швеи тщательно проверяется перед отправкой клиенту сам жакет в идеальном состоянии производства франция составе вискоза шерсть хлопок и синтетика классический крой не могу назвать его соперником жакетов от шанель но на мой взгляд выглядит ничуть не хуже очень хотела его для своего гардероба увы и ах мне оказался чуть мал в плечах ушел на аукционе за 6800 рублей но будь у меня больше времени для продажи выставила бы его на разных площадках от 10 тысяч ведь именно такая минимальная цена на подобный у зарубежных продавцов юбка от люй джо итальянского производства но привезена к нам из германии отличительной чертой бренда является точка между двух слов названий это важно учитывать при проверке оригинальности товаров поскольку любые ошибки в написании названия могут указывать на поделку несмотря на то что марка итальянская производство одежды люй джо находится в разных странах включая страны европы и азии большая часть производства сосредоточена в азии некоторые позиции также производятся на родине бренда в италии мне же эта юбка напоминает цветение вишневых деревьев в моем родном городе а какие ассоциации она вызывает у вас юбка выполнена из чистого шелка и несмотря на то что она сильно велика мне в талии в нее невозможно не влюбиться понесу перешивать в ателье новое пальто от бежен бренд женской одежды первый магазин которого открылся в девяносто девятом году в париже основная ткань плотная чистая шерсть а вот рукава акцентные выполнены из трикотажной ткани фактурной вязки по типу свитеров внутри них есть подкладка поэтому осадки в этом пальто не страшны крой приталенный длина ниже колен идеальный силуэт для меня но увы оказалось мало было продано за 6800 рублей еще одной покупкой из премиум сегмента стал пиджак от элизабет франки абсолютно новый цены на подобные пиджаки начинаются от 20000 рублей и переваливают за сотню мне же он достался меньше чем за 3000 подобный пиджак гардеробе будет отлично сочетаться с огромным количеством вещей с классическими брюками поверх бельевых платьев джинсами как с юбками карандаш так и с юбками широкого кроя с последними получится образ школьницы героини энхэтуэй из фильма как стать принцессой вообще путь дизайнера элизабет франки основательницы одноименного бренда эта история золушки родилась она многодетной семье в баллоне в 1968 году она была четвертым ребенком из пятерых семья была бедной и в детстве у элизабеты была всего одна кукла кукла бете стала лучшей подругой и самой главной поддержкой с ней она делилась своими детскими мечтами ей доверялась секреты у нее искала поддержки именно кукла бете первая узнала о том что маленькая элизабет мечтает покорить мир моды элизабета росла без отца и уже в ранней юности она вынуждена была зарабатывать ну чтобы помочь матери был период когда она подрабатывала продавщицей и по ее словам это был важный опыт который дал ей многое для понимания вкусов желаний и потребностей клиенток что впоследствии очень помогло ей как дизайнеру и стала ее секретом успеха и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Валентина Гаравани Дима Торзок В начале 60-х Валентина возвращается на родину и открывает ателье в Риме Сначала дела идут не очень хорошо, клиентов пока нет, да и денег тоже Но все меняется после знакомства с Джан Карло Джаметти 4 часа беседы и на следующий день Джан Карло бросает университет и берет на себя всю коммерческую часть ателье Валентина С тех пор так и пошло Валентина творит, а Джаметти ведет переговоры, набирает поделей, занимается финансами В 1962 году во Флоренции состоялся показ Валентина под названием Гота В коллекции присутствовали наряды красного цвета, ставшие впоследствии визитной карточкой бренда Красный самый лучший цвет, он подходит любой женщине Просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков красного, говорит сам Валентина По совету компаньона Валентина активно посещает светские мероприятия и завязывает знакомство с потенциальными клиентами На одном из таких раутов он знакомится с Элизабет Тейлор, которая снимается в Риме в фильме Клеопатра Элизабет покупает у него сразу 7 нарядов В роскошном белом платье от Валентина она появляется на Нью-Йоркской премьере Клеопатры А на следующий день ателье Валентина тонет в заказах от звезд И со временем превращается в настоящую империю моды В 1963 году в ВОК была опубликована статья о коллекциях Валентина В этом же году Жаклин Кеннеди заказала у модного дома 6 черных нарядов Чтобы носить их во время траура по мужу Джону Кеннеди Начиная с 1968 года произошло много значимых событий, связанных с этим модным домом Малая часть из которых это открытие бутиков Валентина поочередно В Париже, Риме, Токио была запущена мужская линия бренда Валентина запустил линию аксессуаров, бренд представил женскую коллекцию Прет-те-порте, модный дом выпустил первый аромат Валентина А в 1981 году модель и актриса Брукшилдс появилась на обложке журнала Тайм в платье от Кутерье В 1983 году Джессика Лэнг предстала на церемонии вручения Оскара в наряде от Валентина мятного цвета На вечере Лэнг была названа лучшей актрисой второго плана за роль в фильме Тутси За годы работы Кутерье обретает неофициальное название лучшего портного Голливуда На вкус Валентина полагаются и женщины политики Нэнси Рейган, принцесса Диана, Барбара Буш и другие В наше время бренд продолжает свое развитие под руководством талантливых дизайнеров Создавая упомрачительные коллекции, в которых чувствуется неповторимый почерк Валентина Юбка выполнена из плотного хлопка, состояние идеальное и досталась она мне всего за 240 рублей Сейчас принято все недорогое мерить чашками кофе Выходит, я обменяла чашку кофе на юбку от Валентина А что выбрали бы вы? Юбка от ГЕ с кружевной вставкой, посадка по фигуре, состояние новой вещи В составе вискоза и синтетика, за счет этого отлично тянется У меня уже есть подобная, поэтому ее я продала Одежда из натуральной шерсти сейчас очень актуальна Это один из самых востребованных материалов в моем чате Поэтому мои покупки не обошлись без нее Свитер от Хальхубы В составе 90% шерсти и 10% кашемира Да жути, мягкий и теплый На нем были катышки, не считаю это браком, но перед отправкой к новой хозяйке обязательно от них избавлюсь Базовые брюки из чистой шерсти от J-Crew Их вы видели в одном из последних шотцев Шикарный кросс, идеальная посадка по фигуре Как обычно, оказались малы в бедрах Буду искать для них новую хозяйку Еще одни отличные классические брюки От уже хорошо известного нам немецкого бренда Peter Han 98% премиальной шерсти в составе ткани Абсолютно не колется Мне велики, но если не удастся продать, перешью на свои параметры Новая юбка из чистой шерсти от Sullivan Hatch, которая приехала к нам из Италии Еще две новых юбки фактурной вязки от Kukai в составе 80% шерсти Слегка просвечиваются, но с бельем в тон будет отлично На моих бедрах они прям мини На более стройных девушках будет куда лучше Мне кажется, в тандеме с объемным свитером, трендовыми гетерами и что-то из разряда UG получится очень уютный, женственный и актуальный образ Думаю, юбки можно использовать и как топ Вот такая многофункциональная находка Также от Kukai забрала платье с акцентной сборкой в районе талии в составе 70% шерсти Новое платье от Moonstar Это молодой французский бренд, основанный в 2013 году в составе 50% шерсти, а обошлось оно мне в 180 рублей От яркой юбки Валентины перейдем к более готическому стилю Многоярусная юбка от PINCO PINCO семейный бизнес родом из Италии Бренд основали супруги Пьетро Негро и Кристино Рубини В конце 80-х На самом деле не так много вещей мне в гардеробе черного цвета, но эту юбку я точно оставлю себе Состав верхней ткани синтетика, а подкладка из ацетата На мой рост она прям в пол, мне это нравится Но для сохранности аккуратного внешнего вида, без потрепанного и грязного подола придется слегка укоротить в ателье Новые хлопковые шорты от Moschino, коллекция 2018 года На сайте был указан брак в виде пятен, но в жизни их практически не разглядеть, больше похоже на пыльный налет, который уйдет при стирке Они на низкой посадке, и хоть это тренд последних сезонов, на себе я такую посадку не воспринимаю Но увидев шорты, точнее их крой, за счет складок снизу, они напомнили мне теннисные юбки Поэтому я бы попробовала носить их вдохновившись образами девушек, играющих в теннис Сама предполагала носить их с толстовкой свободного кроя, как раз на игры по теннису, которые стали моим новым хобби К сожалению, шорты оказались мне малы Но с учетом цены в 300 рублей, я совсем не расстроилась В довесок к общему заказу в мужском отделе взяла рубашку из плотного хлопка от Ральф Лорен А еще захватила хлопковую легкую юбку от Ля Редут У меня есть подобная, и это моя любимая юбка на лето А еще их можно использовать в качестве подъюбников, для пущей пышности платьев А теперь к цифрам Я прикинула, что если бы приобрела все эти вещи в фирменных бутиках, то заплатила бы от 300 тысяч рублей Общая сумма заказа изначально вышла 39 569 рублей Применив промокод на скидку, она упала до 19 тысяч Есть возможность оплаты наложенным платежом, но я оплатила заказ сразу онлайн За это сработала дополнительная скидка еще в 10% сверху Итого я заплатила 17 800 рублей Я считаю свой первый онлайн-шопинг в секонд-хенде плодотворным Думаю, подобный вариант охоты, в кавычках, подойдет тем, у кого в городе нет секонд-хендов Ну или если нет сил выбираться в локальный магазин Напишите в комментариях, как вам подобный формат видео Дома есть еще несколько коробок одежды, купленных с разных площадок И если вам интересно, я тоже о ней расскажу По традиции, благодарю за просмотр и желаю удачных находок